20 минут о красивой жизни, приятных людях, интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Кинотеатр Пушкина В наши дни профессия адвоката стала обычной, низкооплачиваемой и совершенно обесцененной. Только русские понимают эти тонкости, эти детали, эти оттенки значений. На самом деле это не я выбрал. Это только случай, что меня зовут чаще всего сниматься в комедиях. Ввиду того, что итальянские комедии – это комедии высокого уровня, я горд тем, что я комедийный актер. Я женюсь на вашей подруге, а вы возьмете меня на работу? Жениться? Громко сказали. Она не совсем студентка? Я догадался. Это было отличным сюрпризом для меня и также для меня было открытием, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и также, я думаю, здесь существуют аналогичные проблемы, которые представлены в фильме. И таким образом я вижу, что этот фильм, который является сообщением, не только для нашего народа. Такие фильмы редко доходят до большого экрана у нас в стране. И как это часто бывает с фестивальным кино, его представляют на языке оригинала. Погружаться в саму атмосферу фильма, страны, слушать именно те интонации, с которыми говорит актер. То есть из первых уст это очень многое значит, больше понимаешь. На самом деле субтитры потом практически минут через пять уже не замечаешь и смотришь, просто погружаешься в эту атмосферу фильма. И мне кажется, это намного больше дает эмоций. В чем ценность читать книгу на оригинальном языке, а не в переводе? Хорошо, если переводчик был Пастернак. А если не Пастернак, а какой-нибудь Иванов Иван Иванович? Так и здесь. Не факт, что переводчик будет поэт и писатель с мировым именем. Мне интереснее смотреть на языки оригинала, потому что я именно изучаю язык. Мне нужно слышать, как говорят. А если мне что-то непонятно, в конце концов, есть субтитры. Кстати, обсуждение фильма оказалось не менее увлекательным, чем сам фильм. И кто бы мог подумать, что многим зрителям даже не понадобится переводчик, чтобы пообщаться с актером Гульермо Поджи. В Италии у меня не было больших возможностей говорить с публикой, потому что итальянская публика не была настолько заинтересована в этом фильме, как я вижу публику российскую, в то время как в России я проводил по получасу, разговаривая всего лишь с одним человеком. И это для меня самое дорогое. Вот это отдача, которую я получаю от публики. В этот день Италия царила в каждом уголке кинотеатра, начиная от завораживающей музыки и кухни, заканчивая бесконечными разговорами на итальянском, поклонников этой страны и культуры. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сочетание юбки с вязаным джемпером было очень популярно в моде 70-х. Именно тогда вязаные вещи перестали ассоциироваться с лыжами, катками и походами на рыбалку. Их начали носить с элегантными брюками и юбками А-силуэта. В наши дни многие дизайнеры уверены, что такой дуэт имеет полное право на существование. Эту комбинацию настоятельно рекомендуют попробовать стилисты. Выглядит гораздо сложнее, нежели примитивный комплект с джинсами. Юбка в повторяющуюся мелкую складку сама по себе очень женственная, но в то же время базовая. Сочетать ее можно как с орнаментами, так и с однотонными моделями различной фактуры. Альтернативой юбке карандаш, узкой и слишком строгой, является модель прямого силуэта, также обладающая универсальностью. Сочетать ее можно как с приталенной водолазкой, так и с объемным джемпером, создавая эффект нарочитой мешковатости. Юбка из фатина уже давно перешла в повседневный гардероб. К ней подойдет свитер из шерсти или велюра нежного оттенка. Ворсовый пуловер с нежной пачкой способен украсить собой холодные будни. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 15 февраля на сцене Конгресс-холла одно из лучших шоу мира Абба Рейюнион. Настоящие гитары Бьерна, винтажное пианино Бенни, оригинальная Фрида из знаменитой Абамании и победительница британского голоса в роли Агнеты. 15 февраля в честь Дня всех влюбленных мировое шоу Абба Рейюнион в Конгресс-холле. Категория 6+. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Остеопатию. Остеопатию хоть и называют методом альтернативной медицины, но по своей популярности и эффективности она вполне сравнима с медициной традиционной. О том, что это за методика и как она работает, смотрите прямо сейчас. Одна из тенденций современной медицины – это профилактика. Отказ от уколов и таблеток и замена их различного рода профилактическими методами, в числе которых массаж и остеопатия. На последнем остановимся подробнее. О том, как это работает, рассказывает специалист по остеопатическим техникам Иван Иванович Олейник. Воздействие идет на фасциальную ткань в организме человека. Воздействие идет на… Если работать, например, с головой, это твердая мозговая оболочка, мягкая мозговая оболочка, это спинномозговая жидкость. Идет полное расслабление, снимается напряжение, и сам организм начинает себя потихонечку заново восстанавливать, приходит в тот же ритм движения, который задуман природой. Валивание лечится практически все. Это межпозвоночные грыжи, протрузии, это хондрозы, ну и дальше уже начинаются альтрозы, заболевания, работы само сердце, кровеносной системы. Это и лечебная мера, и профилактическая. Ее можно применять и в лечении, и в профилактике. Кстати, остеопатические техники сегодня рассматриваются как часть программы по коррекции фигуры, а также актуальная для жителей мегаполиса детокстерапия. На протяжении всей своей жизни нужно за своим телом ухаживать. Влия на обмен веществ обязательно, потому что обмен веществ зависит от того, как работают ваши внутренние органы. Например, нарушение идет какого-то работы органа, или это желудок, или это печень, или это кишечник, приносит свои результаты, потом плачевные. Если они работают на 100%, соответственно, обмен веществ и будет 100%, и будут усваиваться все витамины, микроэлементы. К специалисту по остеопатии пациенты попадают после приема терапевта. При необходимости назначают анализы и диагностические мероприятия. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Этот российский бренд декоративной косметики – результат коллаборации химиков и мастеров макияжа. Премьеры этого сезона презентовала в Челябинске топ-визажист Валерия Филиппова. Я всегда честно говорю о продуктах, и когда я пробую, вижу результат, и насколько, опять-таки повторюсь, с любовью это сделано, от упаковочки, от этикеточки, от всего остального, и настолько подходит не только к визажистам профессионалам, но и обывателям. Этот бренд эксклюзивен, во-первых, с гордостью, что он русский, второе, то, что он создается и производится именно в России, в Подмосковье, в своей лаборатории, создается сумасшедшими, талантливыми людьми, которые именно создают очень правильные ингредиенты. Среди участников мастер-класса только профессионалы, те, кто тестирует продукты задолго до появления их в магазинах. Сегодня представляются продукты, которые до этого в магазинах нельзя было приобрести, и я их еще не видела в работе. Много нового для себя открыла, какие-то продукты, с которыми я раньше не пользовалась, и какие-то бренды, которые казались бы не слишком престижные, но мы на них посмотрели, может быть, с другой стороны. Продукты, которые сочетают в себе очень хорошие уходовые качества, и в то же время в работе визажиста просто незаменимы. Российский рынок бьюти-индустрии в последнее время представляет нам по-настоящему качественные продукты, которые составляют достойную конкуренцию знаменитым косметическим брендам с мировой историей. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-4363. 15 февраля. На сцене Конгресс-холла. Одно из лучших шоу мира. Аба Реюниум. Настоящие гитары Бьерна. Винтажное пианино Бенни. Оригинальная Фрида из знаменитой Абамании. И победительница британского голоса в роли Агнеты. 15 февраля. В честь Дня Всех Влюбленных. Мировое шоу Аба Реюнион в Конгресс-холле. Категория 6+. Вы смотрите программу Бьюти Тайм. Продолжаем выпуск. Все, поехали. Эту методику называют русской йогой. За ее способность обеспечивать нагрузку и вместе с тем восстанавливать, реабилитировать и оздоравливать организм в целом. При микродвижениях идет расслабление. Ищем места, где есть напряжение. А когда мы расслабляемся, то есть мы, естественно, включаем в работу мышцу, которая была отключена. Инструктор методики под названием суставная гимнастика, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александр Чернов на личном опыте знает, насколько это важно. После очередной травмы попробовали пару упражнений. За 30 минут мы прошли боли, которые врачи, по крайней мере, мне говорили, что вообще две недели нельзя трогать. Уже доказано, что связки и мышцы могут держать колоссальные нагрузки без костей даже. То есть связка там до, по крайней мере, как написано в книжках, до двух тонн вывозит нагрузку, а мышцы до 400 килограмм. На первый взгляд, незамысловатые движения обеспечивают весьма эффективную нагрузку, которую почувствуют даже те, кто регулярно занимается фитнесом. Первая мышца, которая устает, значит, она слабая. То есть ее нужно подтянуть, как бы, включить в работу, так сказать. Потому что есть мышцы, которые отключаются и не работают. Это самая главная ошибка в занятии фитнесе и вообще в реабилитации. Нужно узнать, работает ли мышца, чтобы ее тренировать. Ну и также упражнения эти попробуйте минут пять поделать, и вы поймете, что они не такие простые на самом деле. Техника выполнения упражнений суставной гимнастики – вопрос индивидуальный. Зависит от физического состояния и поставленных целей. Каждый человек напряжен по-своему, либо расслаблен по-своему. Мы делаем групповые занятия. Люди делают одно упражнение, но делают по-разному. А со временем это, ну, как человек расслабится, так и будет у него своя техника. Суставную гимнастику сравнивают с йогой еще и потому, что здесь важно не просто выполнять механические упражнения, а чувствовать реакцию мышц, суставов, находить баланс внутреннего и внешнего. Это может быть и эмоциональное, и духовное развитие не только всего тела, но и ума. Потому что человек, ну, естественно, прямой позвоночник, пожалуйста. Ты мыслишь ясно, и думаешь, и у тебя настроение не меняется. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment до завершения выпуска. День 4 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok